Я как Елена Летучая, Лена Летучая, Елена Летучая Доброе утро, сегодня я хочу помочь вам разобраться с проблемой, что у вас три щита FL Studio, зависают проекты, блять, ну вот, вся эта стандартная залупа, с которой сталкиваются битмейкеры в России Я не собираюсь здесь рассказывать про стандартные вещи вроде выставить приоритет приложения в диспетчере задач, повысить, блять, производительность вашего компьютера в настройках и вся вот эта вот хуйня вместе взятая Включая закрытие всех приложений, кроме FL Studio Потому что люди, которые сидят на действительно слабых компах, давным-давно это все, блять, знают наизусть и проворачивают каждый божий день Но если вы все-таки не знаете, как проворачивать всю эту залупу с выставлением приоритета и увеличением производительности, то эта информация, блять, самая простая во поиску в интернете, вы ее найдете по щелчку пальца А я больше не буду ебать вам мозг, и давайте просто уже перейдем к FL Studio Ну вот, мы перешли в FL Studio, и первое, куда мы пойдем, это в аудио настройки Здесь у вас, если нет внешней звуковой карты, то у вас выбрана стандартная FL Studio Но если она есть, то у вас, само собой, должна быть выбрана она, потому что иначе нахуй вы ее покупали Открываем вот это вот окошечко, и поскольку у меня она внешняя, у меня это окно выглядит вот так, но оно у вас немного по-другому, а это, блять, сильно мозг не ебет Размер буферизации, чем больше, тем само собой больше задержка, но качество звука возрастает Но, опять же, если вы записываете голос или играете на миди-клавиатуре, то эту хуйню нужно поставить поменьше, потому что эта задержка вам не позволит вытворять хоть что-то адекватное Переходим к следующим настройкам, у вас должны быть поставлены галочки вот здесь и вот здесь, потому что, ну это, блять, стандартная многопоточность, слишком сильную мозг ебать на эту тему не будем Smart Disable, это умное отключение плагинов, которое позволит, блять, плагинам ВФК не тусоваться и не грузить вам систему В целом полезно, блять, и отключите вот это Почему, я не знаю, но пенсионер, который учил меня работе в ВФЛ Студио, сказал, это надо отключать Поэтому переходим дальше в About Если у вас вот здесь вот, так же, как у меня открыто 32, то это на самом деле беда, потому что ВФЛ Студио, она, блять, стандартная Тратит ресурсы вашего компьютера на создание моста Но поскольку я больше, блять, не использую ВФЛ Студио 20, я на 21 В связи с этим у меня, блять, 20 какого-то хуя стал открываться в 32 бит Для людей, у которых компы слабые, это, блять, создает реально ебнутую проблему Поэтому вам нужно ее открывать как 64, а не 32 Переходим дальше, как вы видите, у меня немного загружен процессор, потому что у меня, блять, открыты плагины, которые сейчас есть в этом проекте Они немного буянят, блять, хотя они используются, их нужно как-то успокоить Как же это, блять, сделать? Переходим в Tools, Macros и въебываем Switch, Smart Disable И все, жизнь в шоколаде, как видите, загрузка процессора махом упала Плагины теперь эти мозг не ебут и не работают Но как только я включу проект, как видите, процент загрузки возрастает, потому что они снова включаются И сразу же они выключаются после того, как я остановил проект Также нужно не забывать конвертировать дорожки в WAV Потому что вот сейчас у меня есть открыто, блять, несколько серумов И это довольно ебанно, потому что он сильно грузит систему Я просто могу его выделить, нажать Ctrl-Alt-C И я сразу конвертирую его в WAV Снизу, как видите, он отключается, и я могу его прибрать, блять, чтобы он глаза не мозолил И вот, самый обычный звук, точно такой же, который у меня был здесь Теперь не так сильно грузит систему Но все еще, блять, работает на вас Поэтому это полезная хуйня, про которую тоже не стоит забывать Тем более, если вы используете амниосферу, потому что это вообще пизда Следующий совет также связан с плагинами Их обязательно нужно закрывать Потому что вот у меня сейчас открыт условный панкейк Я перехожу обратно, блять, к своему плейлисту И панкейк не закрывается Он просто прячется под плейлистом И под плагинами, которые я открываю поверх него Поэтому я нажимаю Tab И вызываю все открытые на данный момент у меня плагины Его обязательно нужно закрыть Так он будет... Так он перестанет грузить в вашу систему И когда у вас будет открыт не один плагин подобным образом А штук десять, про которые вы просто, блять, забыли и послали их нахуй Это довольно сильно пизданет по вашему компьютеру И в целом по всей вашей системе И напоследок хотелось бы сказать То, что если вы обрабатываете огромное количество звуков одинаково То есть вырезаете у них, блять, частоты в одном и том же месте Не нужно это, блять, делать кучей разных плагинов Вполне возможно у вас есть смысл Это все кинуть на один большой канал по ссылам И обработать это все там Добавить там одинаковое количество реверба и всей этой хуйни Потому что по сути, блять, нихуя от этого не изменится А плагин будет открыт один вместо десяти разных штук И есть смысл перейти на стандартные FL-овские Потому что тот же, блять, Вальхала Не особо сильно уступает обычному ревербу от FL Или FAB-фильтр Это в целом, типа, все одинаковая хуйня Только плагин от FAB-фильтр Сделаны покрасивее, да, в них чуть больше настроек Но, блять, для того, чтобы вырезать немного частот Они вполне подойдут А теперь переходите ко мне в телегу И идите отсюда нахуй